Меня как-то спросили, а зачем ты идешь на выбор президента? А я сказал, что я хочу, в общем, за державу обидно, но на самом деле я хочу, чтобы все вот так вот жили, как мы живем. И это возможно. Если применить и внедрить в нашу жизнь ту программу, которую мы представляем, я считаю, что это не программа Грудинина, это программа наша, тех людей, которые здесь сидят. Это программа Коммунистической партии Российской Федерации. Это команда национально-падратических сил. Это команда тех, кому не безразлично, как будет жить Россия завтра и послезавтра. Так вот, если эту программу применить, вся Россия будет такой, как этот совхоз. Надо только сделать несколько вещей. Первое. Перестать давать возможность воровать наши народные деньги. Перестать давать возможность врать людям, что они живут хорошо, когда они живут плохо. Начать выполнять Конституцию Российской Федерации, когда там записано, что образование должно быть бесплатным, здравоохранение должно быть бесплатным, что пенсионеры должны жить достойно, чтобы люди должны быть богатыми, тогда у предпринимателей возникнет возможность нормально трудиться, и будут люди, которые купят то, что они делают. В этой программе написано очень много правильных вещей. Возьмем несколько моментов. Первое. Действительно, ни Абрамович, ни Миллер, ни Сечин не должны определять, сколько стоят недра России для нас. Тарифы должны быть остановлены. Одновременно с этим все богатства страны должны быть национализированы и должны принадлежать народу. И эти деньги должны попасть в бюджет. Геннадий Андреевич неоднократно об этом говорил. То есть, если просто навести порядок, то бюджет Российской Федерации с 13 триллионов достигнет 25 триллионов рублей. А это деньги, которые необходимы для того, чтобы пенсионеры получили не меньше 40 или 50 процентов от средней заработной платы по региону, а вообще-то по стране. Потому что пенсионеры не должны зависеть от того, где они живут. Они работали на страну. И поэтому везде пенсия должна быть большой, такой, чтобы пенсионеры не думали, как им прожить до следующей пенсии. И это, кстати, было в Советском Союзе. Матери не должны думать о том, как они соберут детей в школу. Должны об этом заботиться власти. Вот я говорил уже неоднократно, что, конечно, нам необходим конституционный орган. Почему? Потому что президент невеликий человек. Он не знает всего. Если бы кто-то подсказал нашему нынешнему президенту, что нельзя полтора года кормить ребенка, а потом бросать его, потому что в три года он только пойдет в детский сад, то, может быть, он сделал бы по-другому. И Дума приняла бы другое решение. И на самом деле надо поддерживать как минимум до трех лет. Что мы, кстати, делали в СССР? Мы уже 25 лет, 22 года оплачиваем всем матерям, которые ушли в декреты совхоза, деньги, не только как мы должны это сделать от средней заработной платы, но еще по 5 тысяч рублей каждому ежемесячно. Почему? Потому что мы точно знаем, что эти матери потом должны прийти опять на работу в совхоз. Они должны быть нищие. Мы говорим о том, что такое молодые, например, специалисты. Они должны иметь две вещи. Первое. Они должны точно знать, что их примут на работу. И должны им обеспечить все достойную зарплату. Когда средняя зарплата в совхозе 78-79 тысяч, это говорит только об одном. У всех есть уверенность в завтрашнем дне. И только тогда молодые семьи начинают рожать. И это записано в нашей программе. Что надо предоставить беспроцентные суды всем, а не просто там какие-то ипотечные кредиты, а потом, не дай ему еще валютные кредиты, которые... Это государство виновата в том, что люди попали в долговую кабалу. Мне как-то Денис Андреевич дал данные. Это было недели-полторы назад. Там написано, что за этот год 23 миллиона наших граждан получить больше 4 триллионов рублей в виде кредитов. Конечно, власть не платит им пенсии, не повышает зарплаты бюджетникам. И после этого гонит их в кредитную долговую кабалу. И поэтому в нашей программе написано, все банки крупные должны быть государственными. Они должны работать так, чтобы никто не выпадал в эту долговую кабалу. Нужно списать долги у микрофинансовых организаций. Но вы поймите, государство, а именно большинство в Государственной Думе блокирует любые законы, которые предлагает КПРФ и пишет такие законы, что жить уже практически невозможно. Потому что главным является тот, кто поставляет тебе тарифы в ЖКХ, например. Главным является тот, кто определяет твою жизнь путем принятия таких законов, где ты работать уже не можешь. Вот яркий пример. Вы слышали? Вот сельское краество поднимается. И, кстати, в нашей программе есть 5-й и 6-й кун, который говорит о том, что вообще-то Россия – это сельская держава. Если погибнет деревня, если погибнет село в России, то тогда страны не будет. Потому что именно дети крестьян защищали страну. Они были основой нашей. Но что сделали за последние 18 лет? Фактически убрав деньги из деревень, они оттуда убрали людей. Жить в деревне стало невозможно. Но, говорят, слушайте, мы вам помогаем. Ну, правда скажу, действительно, 240 миллиардов приходит денег на село. Но эти деньги, львиная доля попадает в агрохолдинги, которого никакого отношения не имеют к сельским территориям. А в этот момент сельские территории, поскольку там нет налогооблагаемой базы, она просто погибает. И тут написано, что нужно вообще поменять и бюджетную, и налоговую политику. Вы недавно слышали, вчера я сегодня, вчера, позавчера был миллионером, сейчас был миллиардером. Завтра опять буду миллионером. Я, человек, который очень хорошо зарабатывает, вы видите мою там декларацию, за 6 лет я получил 150 миллионов рублей, я считаю, что прогрессивный налог должен быть обязательно введен. Потому что богатый должен платить гораздо больше, чем я. И это правильно. Потому что только богатые люди могут обеспечить нормальную жизнь. Но богатых должно быть больше. Вот эта ситуация, когда 90% наших граждан становятся нищими или бедными, это неприемлемая ситуация. И поэтому в этих программах, в этой программе, которую мы сейчас вам представляем, написано, что первое – побороть бедность, второе – дать возможность людям вкладывать деньги в свой бизнес, уменьшить налоги, убрать НДС, сделать так, чтобы налоги и вообще государственная власть стимулировала зритие предпринимательства. Меня часто упрекают в том, что я говорю, что вот это китайский принцип. Да, китайские коммунисты добились, путем, кстати, этой программы, вот поменения части этой программы, великих достижений. Я вам напомню, что 25 лет назад наша страна производила, Геннадий Андреевич об этом сказал, 20% мирового ОВП, а Китай меньше 2%. А сейчас, наоборот, через 25 лет. Вы поймите, как-то наш президент выступал перед Генеральной Ассамблеей ООН и сказал, вы понимаете, что вы натворили, он имел в виду внешнюю политику, а вы понимаете, что натворили наши власти с нашей великой страной. И поэтому для того, чтобы изменить, а там всего 20 пунктов, на самом деле их гораздо больше, и я думаю, что вместе с вами мы эту программу расширим, потому что вопросы деофшоризации, вопросы миграции, вопросы, связанные в том числе с внешнеполитическими нашими проблемами и вопросами, они все это предмет дальнейшего развития этой программы. Но если мы с вами добьемся победы на этих выборах, если мы с вами сделаем так, что люди придут и проголосуют за нас, наша страна вернется в ближайшее время в перечень великих государств. Мы будем занимать самые великые, самые лучшие места в мире. Не потому, что нас боятся, что у нас ядерный потенциал, а потому, что мы самые умные, самые успешные и самые справедливые. Я считаю, что вместе с вами мы победим. Спасибо вам большое. Спасибо.